Раз, раз. Раз, два, три. Что я могу сказать? Сегодня счастливый день. Сейчас все расскажу по порядку. Это просто какая-то фантастика какая-то. Я действительно прыгнул в окно. У нас живу на третьем этаже. А у нас в тот день, прям под моим окном, я не знал об этом, снимали кино. Французы. Французы снимали кино у нас, прям вот в моем дворе. Вот. И я попал прямо на их какие-то декорации коробки. О, лучшие друзья девушек. Есть. Попал на коробки. Не разбился. Вообще не ушибся просто. Ну, вообще ничего. Они снимали кино французы. Французы, конечно, запричали. Ну, человек упал, там нужно спасать. Вот. У них там врачи сразу на площадке. Значит, подбежали. Там все, ну, там потрогали. Там что-то пульс померили. А я нормальный. Я только больше перепугался. Вот. Ну, когда же летел, тоже был такой момент, что, как бы, думаю, все. Вот. Ну, я, конечно, в этом плане, ну, надо было выше подняться на лифте хотя бы с какого-нибудь там двадцатого этажа. С третьего, конечно, это ерунда. Вот. Но мы, значит, с ними, с французами. Слово за слово. Говорят, французский учил в школе. Поэтому, как бы, труда особого не составило. Вот. И мы что-то поболтали. Я говорю, я здесь живо. Они там вот, там, туда мы вот снимаем. Вот. Он, интересно, посмотрел, как кино снимают. Очень интересно. Вот. Там чаем напоили, какую-то кашу давали, тоже поел. Вот. Счастливый день тоже был хороший. Ну, то есть, он такой трагичный. Но, видите, как перешло, как все меняется вообще. Вот. И, значит, вообще, что произошло? В общем, они, ну, в смысле, эти там, режиссеры, кто там, эта группа, короче. Во, мотор какой большой, смотрите. Вообще. Ого. Это мотор самолета. Они просто сказали, вот там, режиссер, кто, продюсер, что я, ну, типаж у меня хороший такой прям вообще. Вот. И, значит, вообще, они пригласили меня на съемки. Вот. Они там быстро меня сделали какие-то съемки в палатке, во дворе, там, прям вот, отослали куда-то там. Ну, главному, видимо, туда, в Париж, я не знаю куда. И они меня пригласили тоже на съемки к себе. Вот. В этот самый, во Францию. Я еду туда, прямо сейчас, в аэропорту. Ну, тут пересадку делал небольшую. В этом самом. В Нью-Йорке пересадку делал. Вот. Тоже, ну, денег заплатят тоже за съемку. Так что я так немножко успокоился. Не ел, правда, ничего. У меня деньги-то заплатят, но пока вот билет мне купили, но с удочных никаких не дали, поэтому я пока все-таки такой немножко голодный. Лечу на самолете, и я во Францию на съемки в кино. Ну, там какая-то роль, ну, то есть там она небольшая, но как бы типаж, они сказали, что я такой вот высокий. Вот. И вот такой у меня нос еще. Вот. Очки, правда, просили снимать. Я им объясняю, что я без очков плохо вижу. Ну, там, говорят, все сделают. Там у них линзы европейские, хорошие. Вот. Так что, в общем, я не знаю, это просто какое-то чудо просто. Оставайтесь. Будет спереди съемка в кино во Франции. Это вообще по крыше с носа. Фух, у меня аж мурашки такие тут. Вот. Пока. Я приехал на станцию, на далекую. Меня никто не встречает. Я уже час сижу один. Хотя договоренность же вроде была. У меня нет денег на телефоне, здесь нет Wi-Fi. В общем, такая ситуация. Время полодиннадцатого. Я потерял рубашку свою в поезде. Я стирал в туалете, оставил посушиться. И потом вернулся, и уже не было. Кто-то взял мою рубашку. Вот. В общем, так вот все подозрительно. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я не отчаиваюсь. Я во Франции. Ходят какие-то местные люди. Ладно, пока. Привет. Привет. Я Михалыч. Вот он я. Я поспал. Я помылся. Чувствую себя очень хорошо. Хочется кушать. Но я думаю, что этот вопрос скоро уладится. Прошлая ночь, конечно, была интересная. Пригласили меня французы сниматься в кино. Но на станции меня никто не встретил. Я просидел там два с половиной часа. В итоге познакомился с группой иностранных туристов. Я даже не понял, на каком они языке говорят. Они приехали сюда на фестиваль. И они взяли меня к себе переночевать туда, где ночуют они. Вот. И сейчас я хочу показать. Точнее, я не очень хочу это показывать. Но я это сделаю. И вы увидите, как мы провели эту ночь. Вот. Ну, в целом, в моей ситуации, конечно, жаловаться нельзя жаловаться. Я бы сейчас ночевал бы где-то на вокзале под деревом. А так на столе спал. Сейчас все покажу. Вот. Сейчас только тихо. Там еще все спят. Вот. Иностранцы. Сейчас я покажу. Это спортзал в каком-то поле. Вот. Деревня. И пахнет спортзалом. Вот. Так что заходите, пожалуйста. Только тихо. Не шумите. Тихо. А я вот здесь спал. А это выход еще во двор. Сейчас покажу душ, где мы мылись. Эй-эй-эй-эй. Ну, конечно, если без шуток, вот так вот на полу спать. Ну, не знаю. Как бы. Ну, люди, видимо, иностранцы привыкшие. Им нормально. А я, конечно, так как-то привык все-таки в городе. Там кровать, душ. Помыться, чтобы побриться. А кто-то из них прямо в поле ночевал. Я видел. Вот маты были эти матрасы в поле. Вот там вот душ. Здесь поле. И там вот какие-то горы, холмы. Вот так вот нажимаешь. И вода пошла. Ой, как же это. Ну, красиво, конечно. Красиво. Ну, и особо еще ничего не видел. Я вот как бы, ну, с переезда ночью потом этот, как вот, станция и нервы. Вот. Так что сегодня, я надеюсь, будет как-то получше. И я, наконец, свяжусь со своей группой. Потому что какое-то, ну, странное ощущение. Может быть, я город перепутал даже. Вот. Я почему спокоен. Потому что съемки еще через два дня. Поэтому, ну, я понимаю, что можно еще наверстать все и исправить. Вот. Всегда, когда есть два дня в запасе, можно что-то исправить. Ну, это и по жизни вообще так, наверное, есть. Вот. Поэтому я спокоен. Городок маленький. Поэтому я всех найду. Даже если пешком постучать в каждый дом, я думаю, что я к вечеру справлюсь. Вот. Ну, вот все. Пока прерываюсь. Сейчас очень хочется кушать. Здесь, в Асфранции, очень здорово. Я искал место, чтобы помыться и искупаться. Но я еще нашел дерево. Вот прямо с лычой, по-моему. И сейчас я ее попробую. Вообще, я ее уже одну попробовал. Просто достал камеру поздно. И вот, чтобы еще раз ее съесть и попробовать. Она прям классная. Она прям... И бесплатно висит просто здесь. Нашел воду. Теперь, наконец, помоюсь. Не хочется расставаться.